Всем привет! На чемпионате мира 2019 года китайская пара Суи Вин Цзинь Хайн Цун обыграла два дуэта. Этнический китайцы Анэттон Чена, выступающий за США, взял золото в турнире одиночников, а представляющий КНР Боян Цзинь исполнил самый сложный прыжок, остановился рядом с пьедесталом на пятой строчке. На прошедшей в Сайтайме чемпионате мира 2019 сборная Китая заняла третье место в общекомандном счете, оставив в свою копилку только одну медаль, но зато золотую. К слову, сборная России, оставшая первой в общей таблице, и команда США, которая оказалась на второй строчке, тоже сумели занести себе в актив лишь одно золото. Они обошли КНР только за счет серебра и бронзы. Означает ли это, что Китай потихоньку подбирается к лидерам мирового фигурного катания? В преддверии Олимпиады 2022, которая пройдет в Пекине, КНР явно поставит перед собой цель, как можно сильнее развить зимние виды спорта, в том числе и фигурное катание. Пары. Единственное золото чемпионата мира 2019, которое и позволило Китаю забраться на третью строчку в общекомандном счете, завоевала спортивная пара Суи Винцинь Хайн Цун. Этот дуэт и станет главной китайской надеждой на Олимпиаде 2022, если, конечно, к тому время его не загубят травмы. Спортсменам даже пришлось пропустить всю первую половину сезона 2018-2019, чтобы окончательно восстановиться от повреждений. Тем не менее, уже в феврале на чемпионате четырех континентов, где соревнуются фигуристы из стран Азии и Америки, пара заняла первое место и спустя месяц повторила этот успех на главном старте сезона чемпионата мира. Винцинь и Цунь, безусловно, являются одними из сильнейших парников на планете и об этом говорят их титулы. Серебряные призеры игр 2018 в Кьячхане – двукратные чемпионы мира, четырехкратные победители чемпионата четырех континентов, чемпионы Китая – дважды. Девушке сейчас 23 года, а партнера 26. Они вполне могут выступать и до Пекина 2022. Было бы здоровье. Еще одна приятная новость для Китая заключается в том, что вслед за Винцинь и Цуньом появилась еще одна конкурентоспособная пара – Пэн Чэн и Цзиньян. На чемпионате мира они стали четвертыми, пропустив вперед две российские пары – Евгения Тарасова, Владимир Морозов и Наталья Забияка, Александр Энберт. Учитывая, что на прошлом мировом первенстве Чэн и Ян заняли лишь девятое место – прогресс на лицо. Сейчас у фигуристки почти 22, а ее партнеру скоро исполнится 25. Тоже вполне подходящий возраст для того, чтобы подойти к оптимальной форме к Олимпиаде. Любопытно, что у обеих пар один и тот же основной тренер китайца Джао Кумбо, а также одинаковый хореограф канадка Лори Николь. Видимо, парники из КНР открыли для себя секрет успеха – сочетание восточной дисциплины и западной чувствительности. Мужчины. Еще одной надеждой Китая на играх до 2022 должен стать одиночник Боян Цинь. Примечательно, что он работает с тренерами по той же схеме, что и пары программы ставит канадский хореограф Лори Николь. А основными наставниками являются китайцы Сюи Чао Сяо и Фу Цай Шо. Судя по всему, это дает результаты и в одиночном катании. К 2021 году Боян Цинь уже завоевал две бронзовых медали в чемпионат мира. Выиграл чемпионат четырех континентов, а на Олимпиаде Китая остановился в шаге от пьедестала, заняв обидное четвертое место. Еще в 2017 году, когда Цинь взяла свою первую медаль в чемпионат мира, известный хореограф Илья Агербух заговорил о доминировании восточных спортсменов в мужском катании. Если пятерка фигуристов, которые просто улетели на другую планету, это в первую очередь азиатские спортсмены. Так можно говорить даже про американца китайского происхождения Нэтан Чена. А на этом чемпионате мира два японца и китайцы заняли весь пьедестал, сказал Агербух в комментариях о комсомольской правде, когда Юдзуруханю, Шома, Уна и Цинь взяли золото, серебро и бронзу мирового первенства сезона 2016 и 2017. С тех пор Боян изрядно возмужал. В его арсенале есть самый сложный прыжок в мире на данный момент четвертной луц. Также фигуристы без проблем исполняют каскады с четвертным тулупом. К сожалению, Цинь периодически терзают травмы, из-за которых он не всегда может показать свое лучшее катание. Однако у него, безусловно, есть потенциал топового фигуриста, способного бороться и с Ханю, и с Ченом. Печально лишь то, что за спиной Бояна пока не выросла очередь из других китайских одиночников, готовых составить ему компанию. На чемпионате мира 2019 Цинь был единственным спортсменом из своей страны. Благодаря тому, что ему удалось попасть в десятку лучших, Боян занял пятое место, у Китая теперь будет две мужских квоты для участия в международных соревнованиях на следующий сезон. Но кто будет пользоваться второй, пока непонятно. Тем не менее, до игр в Пекине еще три года. За это время вполне может появиться и выстрелить какой-нибудь вчерашний юниор. Тем более, что век азиатских тигров в фигурном катании действительно наступил. Это отметила даже крушающая всех и вся своими российскими учениками Этери Тудберидзе. Восточные спортсмены воспитаны так, что не задают вопросы даже в собственных мыслях. Наш спортсмен начинает в голове сам с собой обсуждать задание тренера, надо его делать или не надо. Возникает внутренний конфликт, и он мешает работе. У восточных людей этого нет. Им сказали, неважно, сделать или переделать, и они идут и делают, цитирует Тудберидзе. Женщины. В женском одиночном катании на чемпионате мира 2019, как в мужском, выступал только один представитель Китая. Это 16-летняя девушка Хонги Чен. Наверное, уже не стоит упоминать, что хореограф у нее западный, а тренер восточный. Тем не менее, здесь есть одна интересная деталь. Программы Хонги вставит не канатка Николь, а Миша Ге, бывший узбекистанский фигурист, который сотрудничает со многими российскими спортсменами. И создал, например, короткое выступление Евгения Медведева в сезоне 2018-19. К сожалению, Хонги пока далеко до элиты фигурного катания. Китаянка начала выступать на взрослом уровне только в прошлом сезоне, и пока самое высокое место, которое она занимала за 14-летие на чемпионате четырех континентов. В принципе, девушка владеет основными элементами и даже делает каскад 3,3. Правда, из самых дешевых прыжков двух тулупов. Кроме того, ей нередко ставят высший четвертной уровень сложности на вращениях и дорожке шагов, что совсем неплохо. Однако, оценка из компоненты чувства музыки, артистизм, передачи образа, красивые переходы между элементами пока катастрофически низко у Хонги, что мешает ей занимать более-менее приличные строчки в итоговом протоколе. Так, за компоненты, которые в короткой программе на чемпионате мира 2019 китаянки поставили 24 балла. В то время как все топовые фигуристки получали за 30. В произвольном выступлении компоненты Хонги оценили на 50, а ее статусные конкурентки набрали за 70. В итоге Чен стала лишь 19-й и не смогла завоевать две квоты для китайских девушек на следующий сезон. Для этого надо было попасть в десятку лучших. Таким образом, в женском одиночном катании Китаю еще предстоит длинный путь в тысячу миль, который начинает с первых шагов этой спортсменки. Танцы на льду. Примерно такая же ситуация наблюдается и в танцах на льду. Правда, дуэт Ши Йо, Ван и Синью Лю, в отличие от Хонги Чен, является уже довольно опытным, так как их международная карьера началась в сезоне 2013-2014. Тем более, тем не менее, за это время спортсмены не добились выдающих успехов, их самые высокие результаты, 5-е место на чемпионате четырех континентов в 2018 году. На чемпионате мира 2019 Ван и Лю заняли только 15-е место, так что у Китая по-прежнему остается лишь одна квота в танцах на льду для участия в международных турнирах. Впрочем, все равно понятно, кого КНР отправила бы второй парой, имей она такую возможность. Ван и Лю уже 5 лет не могут хотя бы приблизиться к высокому уровню выступлений, что уж тут говорить об их последователях. Так что здесь, к сожалению, у Китая еще меньше надежды, чем в женском одиночном. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня. До свидания.